Привет! В этом видео я покажу самый быстрый и эффективный, на мой взгляд, способ разогреть голос и привести его в рабочее состояние. Шаг первый. Объединение регистров. Делается таким образом. Если не получается трель губами, можно сделать через трель языком. Я не пытаюсь петь громко, как-то смачно, сочно, по-грудному. Моя задача просто объединить регистры, чтобы всё у меня легко закатывалось наверх и скатывалось вниз. Также, если вдруг сложности с трелью языком, можно делать это на звук такой подобный у. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. То есть задача максимально расслабить, облегчить все движение голосовых связок и объединить регистры. Следующий пункт – это базовое резонирование. Легче всего его найти на звук «Н». Мы ловим и фокусируем резонирование в щеках, в твердом небе, и сохраняем его на всем диапазоне. Это помогает нам развить сильный верхний регистр, чтобы головной голос не звучал как-то слишком пусто, чтобы он не звучал в стиле Микки Мауса, как некоторые его называют, чтобы он звучал полно и резонировал голос на всем диапазоне. И внизу, и в середине, и вверху. Еще раз. Вот, это вторая часть. Третья часть – это гласные. Мы раскрываем наше резонирование в базовое гласное. Я повторю, я не пытаюсь сделать громкий звук, либо какой-то смачно мясной. Моя задача в том, чтобы разогреть голос, открыть его, чтобы он у меня раскрывался наверху с полным резонансом. Последний шаг – это проверочная песня. Мы берем какую-то песню, которая слишком высокая, чтобы петь ее в грудном голосе, и слишком низкая, чтобы петь ее именно в головном. Нам нужно что-то посередине. И проверяем, все ли у нас корректно работает. I don't believe in anybody the only way I do about you now. На проверочной песне мы смотрим, все ли в порядке. Если голос вдруг начинает ломаться, например, Значит, мы возвращаемся к первому шагу и лучше раскрываем регистры. Если голос застревает где-то в глотке, в середине шеи, значит, мы возвращаемся ко второму шагу и раскрываем лучший резонанс. Как бы это показать? Нам нужно сфокусировать резонанс в этой части головы. Таким образом вы сможете понять, все ли с голосом в порядке, и если что-то не в порядке, исправить это.